Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «На связи с муниципальной властью» И с вами, как всегда, в студии Андрей Острев И сегодня мы опять будем говорить о нашем городе, общаться с муниципальной властью И сегодня мы решили позвать человека, которому можно задать любой вопрос Это наш мэр, добрый вечер, Александр Федорович Здравствуйте И давайте сразу сходу в карьер Последнее время в Facebook сообщества, кто следит за нами по сети Facebook И кто вообще является пользователем сети Так достаточно живо обсуждались рейтинги, которые опубликовал заместитель городского главы Антон Турупалов И народ включился и добавил еще немало рейтингов В некоторых рейтингах мы обогнали Львов В чем-то в динамике изменений, если мне память не изменит Ну, впрочем, давайте вам слово Расскажите нам о наших рейтингах Какое у нас положение нашего города Потому что та информационная политика, которая развернута определенными политическими силами против вас Ну, наверное, формирует какой-то, может быть, не до конца актуальную информацию Да, объективно Добрый вечер, телезрители, уважаемые Добрый вечер, Андрей Хочу сказать, что тот рейтинг, о котором шла речь Это рейтинг, есть международная компания IRI Которая заказывала этот рейтинг Этот третий год рейтинг уже проводится И впервые, в последний год, Николаев вышел с последнего места То есть Николаев был в самом низу И мы продвинулись на три позиции вперед Мы бы могли продвинуться на 10 позиций вперед Если бы не проблемы, которые у нас существовали с безопасностью Данный рейтинг формируется на основе опросов граждан В специальные тематические опросы по направлениям По изучению общественного мнения И, скажем так, сравнивается с тем, что есть в других городах А также с тем, что было до этого Третий год подряд Николаев потихонечку рос И вот, ну, с последнего места Наконец-то мы сдвинулись Будем так говорить, как я сказал Оттолкнулись от дна И вышли на третью позицию Мы вышли, набрали одинаковый балл С еще семью городами Но находимся в конце этой семерки Потому что такие ключевые факторы Которые измерялись и которые более были важными Они у нас были хуже, чем у этих семи городов В плане того, что Ну, вот у нас люди очень небезопасно чувствуют себя в городе Да, кстати, вот об этом тоже хотелось с вами поговорить Но, коль вы уже как раз эту тему подняли Давайте о ней поговорим А для наших слушателей я хочу Для наших зрителей, прошу прощения Хочу напомнить, что мы находимся в прямом эфире Телефон вы видите на своих экранах Звоните, задавайте свои вопросы Мы постараемся на них ответить По поводу безопасности Буквально недавно тоже пользователи сети Facebook Не то, что критиковали, но сказали Почему нет позиции мэра по поводу безопасности Вот давайте как раз позицию мэра по поводу безопасности услышим По многочисленным просьбам ваших избирателей К сожалению, на сегодняшний день Ни городской голова, ни городской совет Не может влиять на... Ну, не то, чтобы влиять Власть вообще ни местная, ни центральная Не должна влиять на работу органов правоохранительных Таких как прокуратура, полиция, СБУ Скажу так, что... Ну, к сожалению, я не могу давать ни рекомендации Не принимать участие в избрании Назначения руководителей данных подразделений К сожалению, может, к счастью С другой стороны Все мое общение с правоохранительными органами Оно является на уровне обращений, требований и так далее Мы стараемся всесторонне помогать Нашим правоохранительным органам в вопросах безопасности Как-то принята специальная программа, по которой мы помогаем полиции Закупаем спецоборудование для них из городского бюджета Хотя у них есть свой бюджет государственный Но мы работаем, в частности, закупаем специфическое оборудование, камеры и так далее Кроме того, отдельный есть проект, который касается установки камер видеонаблюдения по городу Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем внедрить еще столько же камер Еще порядка 50 камер хочется установить в этом году У нас есть план, очень надеюсь, что мы это сможем сделать И со своей стороны мы стараемся сделать все, что не касается, ну скажем, правоохранительных органов А помогает им в раскрытии преступлений и помогает в предупреждении этих преступлений В ближайшее время мы хотим также открыть доступ ко всем камерам публично Тем, которые нам позволит сделать полиция Потому что не все объекты мы можем показывать И я очень надеюсь, что это поможет в раскрытии и предупреждении правонарушений Также то, что касается тех вопросов, которые может сделать городская власть А именно освещение улиц Ну скажем так, приведение в порядок наших парков и скверов В которых уже невозможно так просто, знаете, скрыться, чтобы там выбежать из кустов То есть если вы обратите внимание по парку Победы То он сейчас уже проезжая по проспекту Героев Украины Можно увидеть его насквозь То есть уже нет этих вот чагарнаков, этих кустов И вот этих вот беспорядков, которые там есть Мы, конечно же, будем и дальше продолжать его приводить в порядок И другие парки Что тоже позволит снизить ощущение небезопасности Но в первую очередь это, конечно же, освещение в темное время суток Чтобы можно было видеть, куда ты идешь и что впереди тебя Ну, к слову, из последних событий Вот это, ну не знаю, покушение или стрельба по вашему советнику Денису Борошковскому Она была утром То есть это достаточно очень, ну скажем, ужасный сам по себе сигнал И, собственно говоря, если у вас есть какие-то комментарии Прошу, а для тех, кто не знает или не читал новости Сегодня утром стреляли, дважды стреляли в советника мэра Дениса Борошковского Сейчас ему здоровью ничего не угрожает В общем, полиция ищет Вот найдет ли Ну, хотел бы сказать, что я сомневаюсь, что это связано с тем, что Денис Ну, как бы имел статус моего советника Недавно я, не далее чем месяц назад, я распустил всех внештатных советников То есть полностью всех, ни одного Сейчас на сегодняшний день нет ни одного, скажем так, принятого советника На сегодняшний день мы установили специальный ценз То есть каждый из желающих стать советником городского головы Представляет свою программу работы на год Чтобы это не просто были люди, которым нужна корочка или ксива Для того, чтобы представляться А я вот советник городского головы Для того, чтобы это были люди, которые что-то зачем-то работают И в каком-то направлении что-то отвечают Поэтому я сомневаюсь, что это связано с тем, что Денис был в статусе моего советника Я думаю, это связано с его активной гражданской позицией В вопросах, которые являются нелегальных автовокзалов Которых обелечивают наших граждан И при этом не предоставляют необходимого сервиса И второе, я думаю, что может быть это также связано с его публичной работой Против незаконных сооружений, временных сооружений Ну, попросту говоря, будок ларьков, которые также незаконно устанавливаются по городу Спасибо, у нас есть звоночек Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер, я помню, когда вы солодко Снилось вам это место мера Я в одних из газет читаю Моя миссия – вытолкнуть город Николаев за дна Вы его не вытолкнули Вы его затолкнули еще поглубже Моя бабушка когда-то сказала Детки, куда кинь с копытом, туда жаба с лаптем Покиньте это место Дайте городу быть квитчим, а не долюбленным Все зависит только от вас Спасибо, Александр Федорович, такая риторика очень часто сейчас звучит Ну, собственно говоря, не зря мы начали с рейтингов Да, именно, ну на самом деле для меня вот то, что сегодня вот только что прозвучало в студии Не является демотивирующим фактором То, что происходило, а именно опускание Николаева на дно за эти последние 30 лет Невозможно изменить за год В первую очередь нужно менять правила Это мы делаем Эти рейтинги, которые в этом году проведены Все украинские рейтинги, независимые Тут нельзя говорить, что это рейтинги, сделанные под Сенкевича Сегодня их опубликовал, кстати, Владимир Гройсман У себя официально на Фейсбуке И говорит о том, что наблюдается рост И Николаев, и Чернигов Два города, которые показали разительный рост По отношению с тем, что было Для меня это является лучшим показателем Того, что мы идем в правильном направлении Город изменяется Город уверен, станет цветущим Есть объективные, скажем так, вопросы Которые касаются того, что в прошлом году Бюджет развития был принят в мае месяце Есть объективное объяснение тому Что мы не успели все то, что задумали в прошлом году Я думаю, что в этом году мы поработаем намного эффективнее Николаев стал более открытым для мира На сегодняшний день были также, если вы вспомнили про рейтинги Сегодня опубликовали рейтинги Transparency International Там международная организация, которая стоит за прозрачностью власти Николаев находится среди 25 областных центров На четвертом месте По прозрачности работы городской власти Работы с земельными отношениями, бюджетными и так далее В ближайшее время мы планируем также внедрить бюджет участия Тот, о котором мы с вами говорили До конца этой недели мы проведем встречу и запустим этот проект Поэтому то, что говорят, то, что создается общественное мнение То, что распространяются газеты, рассказывая информацию о том, какой я плохой Это нормальное, закономерное для меня явление Объясню по простой причине Смотрите, недавно выпустили газету цветную на два раза разворота Экземпляр 200 тысяч экземпляров эта газета была выпущена О чем это говорит? Это говорит о том, что кто-то за это заплатил То есть это не платная газета, на которую можно подписываться Это не Южная, правда, не Вечерний Николаев Хотя логично, что тоже некоторые статьи там оплачиваются И они печатаются за деньги Потому что, ну, это реклама За счет этого они могут жить Но когда выпускается 200 тысяч газет И в них они посвящены, насколько плохой у нас Синкевич И что он так плохо делает Стоит задуматься о том, зачем это делается Кто тратит на это деньги То есть такая газета стоит до 5 гривен С разносом и со всеми и так далее То есть это кто-то потратил миллион гривен Миллион гривен Выкинул просто денег о том, чтобы рассказать жителям Какой Синкевич плохой Разве кто-то потратит просто так миллион гривен? Конечно же нет Это противники, это люди, которые не хотят изменений Которые сидели на схемах Которые от этих схем отлучены Которые, возможно, пытаются сегодня удержаться Где-то на плаву, я их убираю Я дальше планомерно буду избавляться От коррупционных схем Как в городском исполкоме Так и все, что связано с городским управлением Тендерные документации Закупки и прочее Мы сэкономили в этом, в прошлом году Огромную сумму денег На то, что проводили там закупки В электронных торгах Мы дальше будем продолжать В этом году было подписано Что все торги, которые идут по департаменту Уже когда переносятся в Прозоро Поэтому Я еще раз хочу сказать О том, что я уверен в том, что мы идем правильным путем Горожане должны быть тоже в этом уверены То, что люди, которые 30 лет ничего не делали для города Сегодня начинают меня критиковать Что я делаю что-то неправильно Для меня это как Скажем, такой толчок Потому что я на правильном пути Если вы такие красавчики Почему вы этого не делали раньше? Спасибо вам за комментарий Думаю, более чем исчерпывающий У нас есть звоночек Добрый вечер в эфире Слушаем вас Добрый вечер Добрый вечер У меня немножко вопрос не по теме Сегодняшней передачи Вопрос следующего характера У меня вопрос по поводу кладбища Я живу в Матвеевке И еще месяц-два Здесь вокруг Матвеевка Верси в Черном отвеевке Разговоры о кладбище в городе Идут уже на год или полгода Надо, надо, надо Нету конкретного решения Тогда вот Решу на этот вопрос Спасибо Конкретные решения есть На сегодняшний день Уже, скажем так, есть документация Я не хотел бы сегодня говорить О, ну скажем так Чтобы опять будоражить общественность Самое главное, что я хотел бы сказать Что вопрос кладбища Это вопрос, который касается То есть Еще одна попытка Как бы спихнуть все проблемы На городского голову Вопросами выделения земли Вопросами определения Стратегического развития города Занимается городской совет Городской голова Не имеет права Вообще работать с земельными вопросами Выделять их под Под кладбище Под индустриальный парк И так далее Действительно Предыдущий городской совет Проголосовал о том Чтобы выделить землю В центре индустриального парка То есть Идет две ветки Железнодорожные Идет газ Высокого давления Идет лэб И мы туда Вставили кладбище То есть И на сегодняшний день Говорят Ну так давайте Там уже в конце концов На сегодняшний день Мы ведем переговоры И по Я надеюсь Завершающей стадии Уже по Разработке документации По землям обороны В некоторых местах И в капустиной балке И Там где у нас Полигон находится Находился И еще в некоторых местах На сегодняшний день Я думаю Что мы уже на Ну скажем так На финальном этапе Подготовки Для этой документации Кроме того Ну Вопрос кладбища На сегодня актуален И для близлежащих К Николаеву Там Поселках Селах И так далее Я думаю Что В ближайшее время Мы эту проблему разрешим То что касается Захоронений Мы на сегодня проводим Захоронения Действительно Очень лимитировано На всех кладбищах То что касается Матвеевского кладбища В этом году Мы туда сделаем еще Дорогу приведем В порядок Я прошу всех Не реагировать На раскручивание Вот этой ситуации И я думаю Что в ближайший момент Мы ее разрешим Спасибо У нас есть следующий звоночек Добрый вечер Мы в эфире Слушаем вас Добрый вечер Добрый вечер Доброго здоровья Доброго здоровья Доброго здоровья Доброго здоровья Я все равно Дякую вам Веденшую всему коллективу Який працює У освіти Нашего міста Про те Що ви дійсно Багато що робите Для нашого міста По-другому Це діалоги Які проходять По нашому місту І запитаннями Що треба зробити Щоб її було краще По-друге Нехай та жінка Яка говорила Щойно Про те Що наше місто Стає гіршим Ніхто Цьому тепер Не повірить Тому що Місто стало чистіше Менше стало На будинках Різних оклюзій І реклам По місту ходять Чисті тролейбуси І маршрутки Мер города Особисто Звернув увагу На наше Дошкілля На нашу школу Коли ввіділи Багато кошель На харчування Дітей Спеціальних Захладах І дошкільних І в школах Чому це не бачить Ця жінка Чому вона Так принижує Мера нашого І наших мешканців Нашого міста Зачу Здоров'я вам Благополуччя Щоб в вашій роботі Були тільки Ті Які вам допомагають Ваша команда була Яку дуже-дуже Зараз Тяжко вам Створити Тому що Є багато Неознодумків Ваші Здоров'я Довголіччя Я дуже дякую вам Насправді У нас є великі проблеми Всі ці проблеми відомі Всі проблеми відомі І якщо просто про них говорити І згадувати Як було 30 років тому Під час Радянського Союзу Можна багато згадувати Можна багато переживати Є сьогодні Ми живемо У часи Жорсткого капіталізму Це треба Зрозуміти Повернутися назад Ми не зможемо Ці наші заводи Зруйновані Частина з них Приватизована Нам треба виходити З того Що У нас зараз Така склала ситуація Що Не можна розраховувати На чиї сили Що нам хтось допоможе Ми повинні розраховувати Лише на свої сили Та на Ну скажімо так Ті можливості Які ми можемо Вичерпнути Почерпнути З тих фінансів Які ми зараз отримуємо Також ми повинні думати Про те Як залучити Кошти На дешевих На довгих кредитах Так називаємо На так званих кредитах І на Маленьких процентних ставках На сьогоднішній день Ми з нашим бюджетом Не зможемо Одночасно І зробити Кращі дороги І Оновити Житловий фонд І закупити Соціальний транспорт Такі як Тролейбуси Автобуси Для міського Заганого Громадського Транспорту Тому Зараз Ведемо Дуже активну роботу Щодо отримання Кредиту Європейського Інвестиційного банку Цей кредит буде Десь 6-7% Річних Ми ще можемо Отримати до 8,5 мільйонів євро Кредиту Півтора мільйони євро Грантових коштів Це Гроші Які нам не потрібно Повертати На сьогоднішній день Ми ведемо роботу В цьому напрямку Для того Щоб отримати Ці великі Автобуси Великої міськості Для громадян Для того Щоб ми могли Поставити на маршрут Також ми ведемо роботу Щодо створення Електронного квитку Який буде працювати В місті І які будемо Можливості Мати Моя ідеологія Я хотів би Я буду це Пропагувати Щоб ми Мали білет Який буде працювати На Визначений час Тобто Якщо ми кажемо На одну годину І ми можемо зробити Дві-три пересадки Для того Щоб користуючись Цим електронним квитком Ми могли доїхати З одного кінця міста В інший Тому Ми працюємо В цьому напрямку Але це Проєкти Які не можуть Вистрілити В один рік Інші міста Які почали цю роботу Раніше Це ВІФ Вінниця Луцьк і так далі Ці міста Робили цю роботу За два За три роки Але впевнений Що якщо ми разом Консолідуємо Свої сили З депутатським корпусом То до кінця року Ми отримуємо Погодження цієї угоди Крім того Ми працюємо Якщо взяти Третій пологовий будинок Зараз ми працюємо З НЕВКО Це Щодо утеплення Це фонд Який нам дає Можливість Використовувати Під 3% В гривні Кредити Тобто Це можливість Використовувати Якщо ми кажемо Що у нас інфляція В цьому році Прогнозована 8% А кредит 3% То ми можемо сказати Що це не кредит Це просто розстрочка І ще й в мінус Тому Неможливо Очікувати Що все За рік За два зміниться Те що руйнувалося Десятками років Не можна відновити За півтора року Ну Як мінімум Нужно старатися Це робити У нас є Ще один звоночок Це, мабуть, останній звоночок Тому що У мене ще є К вам питання Добрий вечір В ефірі Слушаємо вас Добрий вечір Добрий Добрий Вам зводиться Канінату 71Б Я би хотіла Щоб ви обратися Внимання Що стоїть Впереди Нашого дому Правомернули Все Эти будки Которые Настроены У нас Правомернули Магазин Пекси Торгує 24 часа Спиртным Которые Распиваются Прямо Под окнами Нам мешають Спать Я би хотіла Вас попросити Щоб ви обратися На це Внимання Можна ще раз Пожалуйста Адрес ваш Космонавто 71Б Добре Сказати об одному То, що Знаєте Мене Немножко Зарядила Женщина Которая Сказала О том Что нам Пора уходить Вы только Пришли Уже Пора уходить Она Мене Зарядила Знаєте Это значит Мы идем В правильном Направлении Большинство Этих Временных Сооружений Страшных Ободранных Стоящих На зеленых Зонах Без туалетов Без ничего С ужасными Санитарными Состояниями Они Многие Из них Ну наверное Процентов 80 Стоит Законно То есть Эти люди Получили Разрешение Предыдущего Городского Совета От Презвольнения Предыдущего Городского Головы То есть Эти Конструкции Установлены Там И у них Еще действуют Сроки До 20 Года До 25 Года И так Далее На сегодняшний День Мы будем Представлять В ближайшее Время Новый Главный Африотектор Анатолех Будет Презентовать Новую Схему Размещения Временных Сооружений Уже На сегодня Те сооружения Которые стоят В нарушении И которые Мешают Просто Перемещению Жителей Мы демонтируем Если вы Обратите внимание Даже по той Третьей Слободской И проспект Центральный Вы увидите Что там Раньше Были Огромное Количество Незаконных Конструкций В какой-то Момент Они просто Исчезли И Сегодняшний День Мы пытаемся И дальше Работать В этом направлении Сопротивление Очень большое Сопротивление Большое Потому что Это все Чьи-то Деньги Кто-то Зарабатывает И Уверен Что Зарабатывают Не те Люди Которые Работают За Гроши В этих Сооружениях Да Я сомневаюсь Что там Будет Выполняться Закон О минимальной Заработной Плате В 3200 Ну И Буквально Там Две Минуты У нас Осталось Эфира Личное Наблюдение Я Вообще Сторонник Того Что У меня Есть коллега Игорь Пох Мы Очень много С ним Общаемся Он Часто Говорит Пока Я Не Пощупаю Я Не Поверю Вот Я Сегодня Обрел Внимание На Те Дороги Которые Были Сделаны В Прошлом Году Не Поплыли Но Для Меня Это Хороший Знак Потому Что У нас Периодически Весной Вместе С Подснежниками Так Называем Уплывают Куда Дороги Вроде Как Остались Александр Федорович Буквально Более Того Я Хочу Еще Обратить Внимание Те Места Где У нас Была Сделана Например Там Участок От Моста Кульбакинского До Улицы 295 Стрелковой Дивизии Там Было Укатано Одним Катком И В процессе Укатки Там Образовалась Лунка Между Двумя То есть Дорога Нормальная Но Там Появилась Такая Борозда Эта Борозда Будет Переделываться По Договоренности По гарантии Все места Где у нас Были Там Например Какие-то Бордюры Не были Подняты И так Далее Эти все Места Будут Переделываться Подрядчикам По Нашим Договоренностям То есть Мы Будем Работать С людьми Будем Договариваться С ними С нашими Подрядчиками Что Работаем Мы Только По Гарантии Не Просто Так Сделал Получил Деньги О том Что Мы Разрыли Дворы Там Есть Некоторые У нас Дворы В Центральном Районе Есть Часть В Ингульском Районе И Не Доделали Есть Часть Пешеходных Зон В Заводском Районе И так Далее Действительно Есть Такая Проблема Но Это Было Намеренно Сделано Потому Что Мы Надеялись Успеть До Холодов Но Холода Настали Раньше В прошлом Году И Мы Остановили Все Работы Что Лучше Что Мы Сейчас В этом Году Сделаем Нормально И Закончим И Дальше Будем Жить С нормальными Пешеходными Переходами С нормальными Дорогами Либо Мы Сделали Потратили Бюджетные Деньги Положили В снег В дождь В холод И В этом Году Переделывали Заново Не Новые Дороги Строили А Переделывали Старые Ну Конечно Нет Ну Что Все Время Наши Программы Прошло К Концу Спасибо Большое Нашим Зрителям За то Что Смотрели Активно Участвовали Вам Александру Федорович За то Что Были С нами Как Всегда По Средам Мы Встретимся С вами Снова В следующую Среду Будем Говорить С Муниципальной Властью Телеканал Николаев С Нами Всегда Интересно Не Переключайтесь Продолжение следует